Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net Unit 3, секция Homework, домашняя работа, упражнение 20 Fill in the blanks, заполните пробелы Use, используйте Should, should not, must, need not, have to Напомню, что модальный глагол should, либо его отрицание используется, если мы хотим сказать, что человеку что-то стоит или что-то не стоит делать То есть мы рекомендуем, советуем, но не настаиваем Человек уже сам решает, воспользоваться нашим советом или нет Если мы хотим сказать, что мы вынуждены что-то сделать или не вынуждены Ну это нам обязательно нужно сделать То под силу обстоятельств Но мы используем модальный глагол have to, либо его отрицание Don't have to Если мы хотим сказать, что человек должен, либо обязан что-то сделать Мы используем модальный глагол must Must надо использоваться в случае, если мы подчеркиваем, что кто-то не имеет права Или кому-то воспрещается что-то делать Ну и конечно же модальный глагол need, либо need Нед показывает, что мы нуждаемся в чем-то или наоборот не нуждаемся Окей, поехали A. Shall I buy some butter? No, you need not We have got some Мне купить немного масла? Нет, не нужно У нас есть чуть-чуть Мы подчеркиваем то, что у нас нет нужды в масле Нам хватит данного количества B. What must I do to pass the chemistry exam? You must work hard and spend more time doing your homework Что я должен сделать, чтобы сдать экзамен по химии? Вы должны упорно трудиться и проводить больше времени, делая вашу домашнюю работу Мы показываем должествование, то есть практически подчеркиваем, что обязан человек выполнять вот эту рекомендацию Иначе он не сдаст удачный экзамен по химии Используем поэтому must Далее В принципе, в примере B мы можем использовать и have to При ответе, да Мы можем сказать, что ты вынужден работать упорно Подчеркивая влияние обстоятельств на данную ситуацию То есть человек, если не поработает упорно, то он по-любому не сдаст данный экзамен по химии в его ситуации Поэтому еще раз повторюсь, что для ответа мы можем использовать и have to Давайте его обозначим Последняя, третья ситуация Извините меня, я должен добраться до Трафалгарской площади Мне нужно ехать на автобусе Да, вы должны ехать на автобусе номер 62 Разберем Почему мы вставили have to В силу обстоятельств человеку необходимо добраться до Трафалгарской площади То есть на него повлияли какие-то события жизненные И он не подвластен в данной ситуации Поэтому мы используем have to Вынужден А далее он спрашивает совета Стоит ли ему ехать на автобусе или не стоит В данном случае мы используем всегда should И ответ yes, you should take bus number 62 Также как рекомендация звучит Да, желательно бы вам взять автобус Или поехать на автобусе Потому что далековато идти И в данном случае мы тоже использовали should Надеюсь, что данная схема Данное описание модальных глаголов Перед самим выполнением упражнения В дальнейшем вам поможет не запутаться в их использовании Окей, упражнения выполнены Если вы хотите смотреть больше видео Подписывайтесь на наш канал на ютюбе И группы в социальных сетях